Словно кадры к словам из известной песни. Провожают всем двором. Правда, без намека на печаль, жители близлежащих домов прощаются с мусором, который не приелся, пожалуй, разве что в местной фауне, да еще бомжем. В редкой для своего двора картине, когда вывозят мусор, винят съемочную группу. До приезда телевидения коммунальщики не слышали просьб угроз жителей. Пожинают несъедобные плоды соседства с частным сектором, жители которого не платят за вывоз мусора управляющей компанией «Феникс» и не убирают сами, а просто скидывают ненужный груз бытовых отходов в метре от баков. Здесь бытовые отходы постепенно превратили некогда процветающую кумбу в автостоянку. На очереди детская площадка. Слишком много мусорных баков для одного двора. Ну вот сейчас, да, вот прохладненько, еще такой вони нету. А вот тепло-то будут вообще эти мухи здесь, всякие эти жучки-пучки, нет всего. Управляющая компания предложила выход из грязной ситуации. Мы найдем машину, но на 25 тысяч там нужно заплатить, это же тогда возьмут жильцов дома, чтобы вывезли этот мусор весь. Такое решение у жителей вызвало сомнение. Сводят, значит, весь частный сектор, а мы должны платить. Я на даче член садоводческого кооператива. Я организовывала вывоз мусора. Стоит машина, рейс из Саратова, он приезжает, через каждые 50 метров останавливается и все грузят 2,5 тысячи. Впрочем, и сами сотрудники управляющей компании, понимая некоторую оплошность, исправляются в столь грубых первоначальных подсчетах. Даже любой скажет, что это просто нереально. Я точную сумму не знаю, сейчас не скажу, но это, может, порядка две тысячи машин стоит, может, ну, четыре, но никак не 25. Свидетели записи есть. 25 тысяч мы их соберем с жильцов. Я не могу сейчас ничего сказать, потому что... Это ошибка какая-то, не может быть такого. Пообещали разобраться в ситуации с наименьшими потерями для кошелька и нервов жителей, которые даже ненадолго не могут почувствовать себя в чистоте. Сил коммунальщиков хватило лишь на мелкий мусор бытовой, остался нетронутым. Мария Смирнова, Олег Бирюков, ТВЦ, Саратов.